Добрый день! И сегодня мы с вами продолжаем изучать электронный конструктор знаток и тема нашего сегодняшнего урока – переключатели. Трудно представить себе какую-либо область нашей жизни, где не использовались бы устройства, коммутирующие электрический ток. Выключатели, кнопки, ключи, реле, тумблеры, коммутаторы и другое. Все они могут быть объединены одним словом – переключатели. В данном занятии мы рассмотрим работу четырех таких устройств. Итак, под буквой А – это у нас выключатель, под буквой Б – это у нас кнопка, под буквой В – геркон и под буквой С – сенсорная пластина. Движковый переключатель. В дальнейшем – выключатель. Движок в положении OFF, как на рисунке, выключен или ключ разомкнут, то есть в цепи ток не течет. В положении ON включен, и ключ замкнут, по цепи начинает течь ток. Такие выключатели вы можете видеть в различных игрушках или других небольших технических устройствах. Кнопочный переключатель. В дальнейшем кнопка. Применяется в компьютерах, автомобилях, дверных звонках, лифтах и тому подобное. Бывают кнопки с фиксацией, то есть при нажатии на кнопку цепь замыкается, и при отпускании кнопка остается замкнутой. Для размыкания цепи необходимо еще раз нажать на кнопку, и наша кнопка без фиксации, показанная на экране. То есть у нас просто мы нажимаем на вот эту пластинку, она замыкает этот контакт, и у нас цепь замкнута. Далее представлены различные другие кнопки. Также подобная кнопка, скорее всего, в большинстве из вас стоит на компьютере, в которой кнопка включения. Геркон. Или герметизированный контакт. Магнитоуправляемый переключатель с пружинными контактами из ферма-магнитного материала, помещенный в герметизированный стеклянный баллон. Контакты нашего геркона изначально разомкнуты. Для того, чтобы их замкнуть, к нему необходимо поднести магнит. Замыкание сопровождается легким щелчком. При удалении магнита контакты снова разомкнутся. Применяется в охранных сигнализациях, телефонии, бытовой технике, игрушках, спортивных товарах, реле, датчике, положении, датчиках уровня, автомобилях и компьютерах. Итак, как мы видим, у нас есть две пластинки, которые загерметизированы стеклом. И при поднесении магнита, мы видим, что один из контактов приближается к другому. То есть, они соединяются и цепь замыкается. Сенсорный переключатель. Контактный датчик. Действие простейшего сенсорного переключателя основано на способности человеческой кожи, воды или другого материала проводить электрический ток. При прикосновении к пластине, между ее контактами начинает протекать ток. Применяется в пультах дистанционного управления, мобильных телефонах, калькуляторах, детекторах лжи и т.д. Зачастую вы даете на кнопку, под которой находится токопроводящая резина, замыкающая контакты на пластине. Существуют более сложные сенсоры, переключатели, применяемые в томофонах, банковских автоматах и т.д. Итак, как мы можем видеть на рисунке у калькулятора, при нажатии у нас есть вот такая небольшая площадка, которая замыкает вот такой вот контакт, и что замыкает цепь в этом месте, и таким образом подается сигнал. Перед вами последовательное включение переключателей. Чтобы лампочка зажглась, необходимо замкнуть все переключатели. Кнопку, выключатель и геркон. Кнопку, переключатель и геркон. Сделаем это. Если один из ключей не будет замкнут, лампочка не загорится. Такая особенность последовательного включения используется, например, при запуске баллистических ракет. Сначала дается общая разрешающая команда, выключатель. Затем два человека, находящиеся достаточно далеко друг от друга, должны одновременно замкнуть все свои ключи. Кнопку и геркон в нашем случае. То есть, мы смотрим, чтобы у нас загорелась вот эта конструкция, последовательное подключение, мы должны включить все переключатели. Если хотя бы один из них не будет включен, то цепь у нас будет полностью разомкнута в любом из мест, и ток идти у нас не будет. Итак, перед нами параллельное включение различных переключателей. Все коммутирующие элементы у нас подсоединены параллельно. И достаточно замкнуть хотя бы один из переключателей, чтобы лампочка зажглась. При замыкании выключателя кнопки и геркона лампочка загорается, а вот при касании пальцем сенсорной пластины нет. Дело в том, что сенсор нельзя использовать как простой выключатель. В кнопке выключателя и герконе замыкаются металлические контакты, хорошо проводящие ток. А в сенсоре проводником тока выступает ваша кожа. Силу тока, протекающего по вашей коже, около 1 мкА, не хватит даже для свечения светодиода. Для работы сенсора необходима усилитель. В том, что наш сенсор работает в субьем, мы увидимся, выполнив задание номер 2. Итак, у нас собрано параллельное включение переключателей. И если мы замыкаем хотя бы один из переключателей, то мы образуем замкнутую цепь. Допустим, мы замкнем вот этот переключатель. То есть у нас контур замкнутый и образуется вот такой вот. Если мы замкнем, допустим, вот здесь вот, то контур у нас будет идти вот так вот. А вот эти два переключателя, они не будут задействованы. То есть они просто-напросто будут у нас не работать, если у нас будет включен вот этот вот. Если же мы замкнем сенсорную кнопку, то наша лампочка не загорится. Тока будет недостаточно в этой цепи. Историческая справка. Первый выключатель до включения освещения в квартире был разработан в лаборатории Эдисона в 1879 году. И произвел настоящий фурор. Любой мог подойти и не опасаясь быть ударенным током, включить лампочку. До этого включение и выключение электричества осуществлялось только квалифицированными электриками. Подобные поворотные выключатели можно встретить до сих пор.